С одной стороны самый медленный на уровне, с другой самый бронированный среди всех. С одной стороны самый неуязвимый для одноклассников, с другой обладает самым слабым орудием. Речь сегодня пойдет о самом необычном и противоречимом среднем танке восьмого уровня, премиумном американце Т-26Е4, он же Супер Першинг. Данная машинка интересна не только тем, что покупается за реальные деньги, для заработка денег виртуальных, но и тем, что предлагает на восьмом уровне один из самых необычных геймплеев. Геймплей среднего танка, который вдруг попытался стать тяжелым. Интересно, не правда ли? Сегодня мы выясним, насколько хорошо это получилось у Супер Персика, как его уже любя обозвали игроки, выясним все его сильные и слабые стороны, а также покажем, как правильно надо применять эту машинку в рендоме. Ну а пока обратимся к исторической справке. С появлением во время Второй мировой войны у немцев тяжелого танка Тигр-2 перед американцами возникла острая необходимость в ответном шаге. Незавидное положение усугубляло еще и неспособность успешно бороться в лоб с более легкой пантерой. В итоге в США была разработана буксируемая 90-мм противотанковая пушка Т-15Л-73. На Бердинском полигоне в экспериментальных целях одну пушку решили установить на танк Т-26Е1. Большая длина ствола потребовала установить два пружинных балансера спереди над башней, а к задней стенке башни привалили тяжелый противовес. Т-26Е1 поступил в действующую третью танковую дивизию, где был сразу модифицирован в полевых условиях. На танк установили дополнительную броню и систему противовесов. Маску усилили накладной броней от подбитого танка «Пантера», а лоб корпуса покрыли двойным слоем бойлерной стали. Танк прозвали «Суперпершингом». В марте 1945 года технический комитет США классифицировал прототип танка с пушкой Т-15Е2 как Т-26Е4 и санкционировал выпуск тысячи боевых машин вместо обычных танков М-26 «Першинг». Позже заказ сократили до 25 танков. Окончание войны, проблемой с раздельным заряжанием и разработка нового унитарного танкового 90-мм боеприпаса привели к закрытию программы «Суперпершинг». Часть списанных танков использовали как мишени на полигонах. Сразу вам надо знать одно – скорости динамики у «Суперпершинга» нет. Несмотря на то, что танк называется средним, движок и масса у него как у тяжелого. При массе в более чем 50 тонн мощность двигателя всего 500 лошадей, что не дает нам сильно разогнаться. 20 км в час СП набирает уверенно, а вот дальше начинает напоминать многострадальный американский ПТ-САУ. Если по городской площадке «Перш» двигается неплохо, то на пересеченной местности или в болоте начинаются настоящие трудности. Там мы двигаемся со скоростью черепахи, то есть как Т-95. В общем, играя на «Суперпершинге», надо сразу в начале боя выбирать фланг, на который вы поедете и строить свою тактику именно от этого. В ином случае вам может просто не хватить времени вернуться обратно и исправить свои ошибки или ошибки своих союзников. Орудие у «Перша» тоже не блещет. 90-мм пушка Т-15Е1 очень похожа на ту, что стоит у обычного «Першинга». С той лишь разницей, что у обычного она более пробивная и точная. По сути, плюсов у данного орудия нет. Оно во всем слабее тех пушек, что есть у других СТ-8 и лишь в некоторых моментах не уступает им. ДПМ и альфа у нас на уровне с другими средними танками. Также есть отличные углы вертикальной наводки. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Самое грустное из всего этого – это низкое пробитие. Со 170-мм пробоя вражеские ТТ-8 для нас практически неуязвимы, а СТ-8 очень часто могут уйти без урона. Это касается Т-44, Тайп-59 или Пантеры-2. Плюс неприятно удивляют такие известные рикошеты танки, как ИС-1 или Квас. А про КВ-4 даже страшно говорить. Лучше сразу ехать топиться. И даже низкое пробитие орудия было бы не таким неудобным, если бы не ужасная стабилизация. Да-да, странно, но на чистокровном американском танке стабилизация получилась весьма сковерная. Сводится Супер Першинг довольно долго, а разброс при повороте орудия или корпуса весьма ощутимый. Получается, что с одной стороны бронепробиваемость пушки не позволяет смело пробивать танки своего уровня. А с другой – стабилизация этой пушки не очень-то помогает выцеливать болевые точки этих танков. И, конечно, не стоит вам напоминать, что со средней скоростью в 15 км в час нет никаких шансов закоруселить врага. Выход всего этого только один – голдовые снаряды за кредиты. Я лично вожу с собой боекомплект 50 на 50. Половина обычных, половина голдовых на всякий пожарный. Пробиваемость голды у СП отличная – целых 258 единиц. Этого с головой хватает на танки всех возможных уровней. Я, конечно, понимаю, что говоря такое, прямо заставляю набегать в комменты толпы хомячков, которые будут кричать «Продался!» и убеждать всех, что Супер Пешингу голда не нужна, а автор – безрукий краб. А потом в качестве доказательств приводить свою 45% статус с одним единственным хорошим боем. Но по факту, если размышлять здраво и отбросить нездоровый фанатизм, оставшись 1 на 1 против КВ-4 или Е75, только голда спасет вашу грешную душу. И вот мы подошли к самому интересному – к бронированию Супер Персика. Несмотря на все ранее перечисленные минусы, броня – это и есть главная изюминка и фишка нашего танка. Именно за счет нее он стал таким интересным и любопытным для многих игроков. Итак, давайте разберем бронирование Супер Першинга подробнее. Родная броня у нашего героя от обычного Першинга. Корма и борта – 51 и 76 мм соответственно. Лобовая броня башни и корпуса – 102 мм. Но самое интересное это то, что, как вы знаете уже из исторической справки, на башню Супер Першинга навесили накладную броню от подбиты Пантеры, а на ВЛД и на ЛД – двойной слой бронерестов из бойлерной стали. В нашей игре эта дополнительная броня играет роль так называемых экранов. Тех самых, что уже есть у Мауса, Е100, ГВЕ и некоторых других танков. Толщина экрана на башне составляет 114 мм лобовой проекции и 38 мм по бокам. Плюс есть маска орудия толщиной 88 мм. Таким образом, во лбу ОСП эффективная броня достигает 300 мм, если снаряд задевает маску орудия, и 200 мм, если он ее не задевает. И конечно, намного меньше, если он попадает в так называемые щеки башни. Что касается корпуса, так как в World of Tanks еще нет функции двойного экранирования, бронелисты на ВЛД и НЛД играют разную роль. Внешний лист светло-фиолетового цвета – это полноценный экран толщиной в 38 мм со всеми вытекающими плюшками в виде разрыва фугаса на броне и половинного урона. А нижний лист – это не экран, а просто уплотнение брони в виде дополнительных в 38 мм. Нижний экран закрывает только клюв танка, тогда как верхний уходит выше и ниже по корпусу. Таким образом, чтобы пробить корпус Суперпиажинга, вражескому снаряду надо сначала пробить экран в 38 мм, а потом еще пробить настоящую броню танка, которая в клюве составляет 140 мм, а выше или ниже – 102 мм. Эффективная броня УСП в районе клюва доходит до 300 мм, выше и ниже клюва – в районе 200-220 мм. Все это делает его практически неуязвимым для танков его уровня и очень сложной целью для танков 9-го или 10-го уровня. Сейчас вы увидите на своих экранах подробную схему бронирования Персика, так что если у вас в будущем возникнут вопросы, вы всегда можете вернуться к ней и подробно ее рассмотреть. Что касается полевых тестов, мой хороший друг Дезертот когда-то пробовал на полях Малиновки пробить СП из такой серьезной машины, как Т110Е5. Давайте на это посмотрим. Как видите, даже Т110Е5 не каждым выстрелом пробивает Супер Пешинга в лоб. Особенно, если он умеет грамотно доворачивать корпусом. Впрочем, все это не значит, что у нашего героя нет слабых точек. Они есть. Во-первых, это лючки на башне и щеки башни. Лючки шьются абсолютно любыми орудиями, а вот щеки удобно выцеливать, если точность вашего орудия не позволяет целиться по более мелким зонам. Второе, это пулеметное гнездо на ВЛД. Оно не закрыто никакими экранами, и это классическая ослабленная зона во лбу. И последнее, это любые другие плоскости, кроме лобовой проекции. Не забывайте, что кроме лба, наш Супер Пупер абсолютно картонен и вполне бодро шьется через гусли, катки и просто по наклонной в борта. Так что играя в модный нынче среди игроков доворот корпуса, будьте крайне аккуратны. Внутренние модули у Супер Пешинга расположены аналогично его обычному собрату. Пока вы их рассматриваете на своем мониторе, я расскажу немного о критуемости. Первое, что страдает, это орудия. По вам могут стрелять фугасами прямо в маску, пытаться попасть в лючок или щеки, накрывать перед носом артиллерия. Итог всегда один. Крит орудия, которое и так не отличается точностью. Это, наверное, самый яркий минус СП в этом плане и наиболее ощутимый. Второй по частоте критуемости модуль – двигатель. Его очень часто критует при выстрелах борта и также нередко он горит. Поэтому крайне не рекомендую пытаться вытанковывать урон бортом или надеяться, что один выстрел в бочину ни на что не повлияет. Еще один минус – это сплэш арты. Любая арта, от маленькой до большой, часто выводит из строя членов вашего экипажа – командира, наводчика или заряжающего. Поэтому старайтесь не играть против арты в открытую и держаться вблизи укрытий. Оборудование советую ставить следующее – сведение, досылатель, стабилизатор. Все для того, чтобы максимально улучшить точность танка. Расходники такие – ремкомплект, аптечка и огнетушитель. Не ставьте на СП бензин, он вам не поможет, вот огнетушитель спасет при возгорании двигателя. И, конечно, советую зарядить БК голдой, хотя бы на треть. Это тоже здорово выручает. Что касается экипажа, то тут следуем традициям тяжелых танков. Сначала ремонт, а уже потом все остальное. Можно прокачать маскировку, так как коэффициент УСП такой же, как у обычного першинга. А можно попытаться повысить маневренность и точность. Новая глава в моих гайдах по премиум танкам – доходность. Игрок Diggle619 опубликовал на официальном форуме статистику 20 боев на суперпершинге с премиум аккаунтом. Ею мы и воспользуемся. Учтите, что в расходнике включен бензин. Итак, что же мы видим? В принципе, даже в самых неудачных боях суперпершинг будет привозить вам от 25 до 40 тысяч кредитов чистой прибыли. А если вы слились как полное днище, он выйдет или в ноль, или отнимет у вас сущие крохи в виде 300 или 500 кредитов. А вот если вы научитесь на нем нагибать, он вас порадует воистину роскошными результатами фарма. От 60 до 80 тысяч в хороших боях и от 90 за 100 и больше в отличных. В общем и целом, суперперш – это отличная фармашинка, которая может наравне соперничать с такими мастодонтами заработка, как Тайп 59 или КВ-5. Подводя итоги, могу сказать, что суперперш – отличный и нестандартный танк для тех, кто любит не только пофармить, но и поиграть на необычной технике. Его главный плюс – это практически непробиваемая броня. Минусы – слабая динамика и орудия. Но советую на этом не зацикливаться, так как по сути, СП – это единственный танк 8 уровня, который наравне с Т-28 представляет проблему для танков более высоких уровней. Плюс не будем забывать, что как и у КВ-5 или Тайпа 59, у Суперперша пониженный уровень боев. А это значит, что к 10 уровням мы никогда не попадем, а 9 будут попадаться довольно-таки редко. Все это в купе, даже со слабым орудием и посредственной динамикой, создает для нас почти тепличные условия для нагиба и фарма. Ибо попадая в топ к 8 уровням, мы можем практически не опасаясь аннигилировать все живое. И в подтверждение этому, сегодня вы увидите взводный бой на карте Энск, где наш взвод из двух Суперпершингов и еще одного танка на подхвате показал, насколько опасны могут быть персики, даже в боях с 9 уровнями. Итак, поехали! Итак, мы на карте Энск. У нас взвод из двух Суперпершингов и одной 59-ки. Со мной мой друг Кирилл Дезертот и один из наших зрителей, потому что данный бой был во время стрима на Твиче. Что же можно сказать про карту Энск и сетап? Сетап у нас, в принципе, не самый, конечно, лучший. В топе 9 уровни. М103 у нас и 54-ка, плюс у врагов 75-ка и тоже М103. Потом идут 8 уровни, несколько седьмых и по 2 и 3 артиллерии. На карте Энск я не вижу смысла при встречном бое ехать на Зеленку, тем более на Суперпершинге. Обычно на Зеленку ездят быстрые средние танки, они там светят, по центру сливаются, играют в паровозик и страдают подобной фигней. У нас танк тяжелый, у нас хороший бронированный танк, у которого нет, конечно, сильной динамики, поэтому мы едем в город под защиту стен и будем оттуда уже играть. И так, вот мы подъезжаем в первый дворик, становимся на позиции, высматриваем, нет ли кого-то рядом. Вот пока что никого не светится. Едем дальше. Тут появляется Тигр первый, довольно-таки опасный противник, потому что у него есть точное и довольно-таки скорострельное орудие. Мы с Кириллом начинаем давить, потому что на Зеленке уже начинается аналогичное движение от противников. Справа заходит Кирилл, слева я, выкатываюсь на Тигра, даю дамаг и вижу уже рядом Фердинанда. Вижу Фердинанда, мне говорят, что он отстрелялся, поэтому я еще один дамаг даю по Тигру и закатываюсь обратно. И пока что выжидаю. Почему, ребят, выжидаю? Потому что меня пасет Фердинанд и, к сожалению, выехать и помочь своим совзгодным я не могу. А уходить с этой позиции и давать возможность пройти сюда Феде или просто выкатиться, я тоже не хочу. Вот, выкатывается ИС, получает от меня через каток. Сам он в меня стреляет, но, понятное дело, не пробивает. Тут я пытаюсь добить Тигра, но Кирилл его быстрее забирает, и я еду на ИСа. Еду просто на ИСа, аккуратно на него выкатываюсь. Хочу заметить, ребята, как я выкатываюсь, я выкатываюсь так, чтобы он не смог выцелить мне борт через каток. То есть, видите, тут практически нет у него вариантов, чтобы сюда пробить. Вот, поэтому я именно так на него выкатываюсь. Сажу его на гуслю, но, к сожалению, без дамага. Я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие зрители, сейчас я опять не пробью ИСа, и это все потому, что у пушки низкое пробитие. Вот, смотрите, я стреляю опять в борт, но борт под наклоном, и гусля дает дополнительное бронирование, и я просто не пробиваю ИСа. И вот только в третий раз я смог его пробить, потому что, блин, мне повезло, ребят, реально мне повезло. Итак, тут Федя страдает от кого-то, от кого он страдал, он убивает, но Дезертот его добирает, и это уже без шансов. Итак, какая же у нас ситуация сложилась на поле боя? Пока мы тут устраивали небольшую заврушку в Бронксе, точнее, в центре Энска, союзники уже успели все слиться на зеленке. М103, Т54, наш Федя, 59-ка, слились на зеленке абсолютно в нуля. Ничего не сделали. Ну, и против нас осталось 75-ка, Т32, Т34, ИС-3, КВ-5, Блокпринс, и помельче. Все такое прочее. Я пока что стою тут, а мои союзники уходят дальше. Тем временем, на базу приезжает какой-то тяж, это Т32, пытается убить нашего зрителя, поэтому я ухожу от 29-ки и пытаюсь как-то помочь, помочь свою созводнику, выцеливаю. Тут я уже зарядил голду суперпешинг, потому что стало понятно, что весь бой пахнет керосином и надо как можно быстрее тащить. Вот, как можно эффективнее тащить. Убиваем Т32, Дезартот нам помогает, ухожу направо в маленький дворик, там, где раньше были бойницы, но встречки не завалены, и вижу, что КВ-5 двигается к базе. Двигается к базе явно с какими-то нехорошими намерениями. Намерение мне его, конечно, не нравится, поэтому я подкатываюсь, ломаю заборчик, я люблю ломать заборчики, и сажу на каток КВ-5. Сажу каток на КВ-5, конечно, дело, я пробиваю его голдой. Хочу обратить ваше внимание, дорогие зрители, что если бы я играл сейчас ББшками, я, скорее всего, бы КВ-5 не пробивал, потому что там очень хорошая броня, сейчас вот ко мне по отношению еще и под наклоном, плюс пробить еще гусли, у которых там тоже, если не ошибаюсь, 15 мм брони есть, и это было бы очень трудно все. Итак, убиваем КВ-5, но противники начинают брать базу, они начинают брать базу и окружать нас. Тут выкатывается половинчатая 75-ка, я ее жду, 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 но она не спешит на меня выезжать. Жду, пока подойдут мои созвонники, 75-ка куда-то в землю отстреливается, я выкатываюсь на нее, опять же, с заряженным голдовым снарядом, прицеливаюсь, но, к сожалению, снаряд не уходит в НЛД, он уходит прямо в стык или чуть выше, и я 75-ку не пробиваю. Откатываюсь назад, хочу ее тут выцелить и посадить на гуслю, но 75-ка останавливается, выдает дамаг в Тигра 1, и Тигра 1, как Камикадзе, уходит вперед. Ну, а я выкатываюсь вслед за ним, сажу на каток еще раз уже 75-ку, который уже посадил кто-то из моих союзников, и пока 75-ка отвлекается на Тигра 1, я начинаю ее раздамаживать, через каток. Обратите внимание, что я просто не даю ей уехать, и через каток я ее и убиваю. Итак, тем временем, к сожалению, убили нашего созвонника, не дали ему, ой, никаких шансов, и мы с Дезертодом, посмотрите, мы остались с Дезертодом просто одни против трех противников, а это Т-34, Фуловый ИС-3 и Комет. Что же делать? Нам надо как-то более активно и агрессивно действовать, потому что, если мы засядем в дефе, противники или возьмут базу, или просто нас расстреляют. Я замечаю, что тройка оторвалась от общей группы и ушла в обход, то есть хочет нас обходить. Я в это время говорю об этом Кириллу и говорю, что надо срочно давить, пока тройка не с двумя другими врагами, надо срочно давить. Не даю дамаг в Т-34, потому что надо быстро делать минус ствол. Т-34 начинает фокусить Дезертод. Я фокусю Комета, чтобы он нам в борта в мягкие не напихал. Вот, Кирилл промахивается по Комету, все уходит в гуслю. Все, все уходит в гуслю. Быстро сдаю назад, потому что Т-34 на нас разворачивается. Понятно, что Кирилл уже не выживет в этой схватке, у него осталось всего 100 хп. Продолжаем фокусить Т-34. Ой, 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 как Т-34 фокусится. Ай-яй-яй-яй-яй. Взять фокус Т-34. Остается у него 100 хп. К сожалению, у Кирилла добирают. Я начинаю отходить назад, потому что понимаю, что сейчас у меня начнут раздамаживать. Т-3 просто меня в лоб не пробивает, потому что у меня супер офигенная броня. И вы видите, какой я весь побитый, но в клюв пробить суперпешинга просто нереально. Я забрал Т-34, выдал дамаг в тройку. Стараюсь немножечко играть корпусом. Доворачиваю туда-обратно. Не заметил труп. Объезжаю труп. И прячусь, собственно говоря, за трупом. Фух, прячусь за трупом, перевожу немного дух, выцеливаю опять ИС-3 и откатываюсь назад. И сейчас будет, ребята, уже классическая разводка, классическая разводка на любом танке. Классическая моя разводка и многих опытов игроков. Это такой маневр, пока противник двигается, вы выезжаете и на него стреляете, а когда он останавливается, вы прячетесь. Вот, собственно, и все. Особенно это, конечно, актуально с советскими танками, у которых очень плохое сведение и стабилизация. Вот вы видите, да, там ИС-3 пытается выцелить меня, но я аккуратно его стреляю. И опять же пытался меня ИС-3 пробить, куда он меня пытался пробить? В маску. И, понятно, дело, там 300 мм, у него не было шансов. Тут у меня остается последний снаряд. Я, к сожалению, на ходу попадаю в гуслю и без дамага. Поэтому продолжаю давить дальше. Тут тройка меня пробивает, потому что я уже свой борт подставил. Еще один выстрел уже ББшкой в борт. Давим-давим-давим, тараним, пытаемся изнасиловать корму ИС-3 и его добираем. И это мой шестой враг и фраг, и это воин. У нас 5130 удвоенного опыта, это больше 2500 обычного опыта и 150 тысяч денег. Плюс воин, плюс снайпер и, конечно же, бронебойщик. Произведено выстрелов 30, прямых попаданий 29, нанесенный урон 5300. Мой друг Дезертот нанес не меньше урона, целых 4000. Ну что можно сказать? По-моему, в этом бою Суперпершинг показал наглядно все свои самые большие плюсы. Это отличная броня и отличная броня. Да, к сожалению, во всем остальном он не так хорош. Да, у него низкая динамика и не очень пробивная пушка, поэтому в некоторых случаях, как против Е75 и как в эндшпиле, когда вам надо жестко тянуть бои, приходится переходить на голду. Но, в любом случае, я считаю Суперпершинг одной из лучших машинок по фарму на 8 уровне, которая не уступает 59 или КВ-5. Я считаю, что она вполне достойна быть в ангаре любого любителя премиумной техники. На этом, дорогие зрители, у меня все. С вами был Джов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если гайд и бой вам понравился. И увидимся в стриме уже на этой неделе. Удачных вам боев и сладких побед. Чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на